Икельхельм долгие годы использовался на парадах прусской, германской и русской императорской армии. Он стал самым узнаваемым атрибутом немецкого милитаризма. Уже в 19 веке распространился в армиях Латинской Америки, особенно Чили и Боливии. Пика, расположенная на вершине шлема, должна была защищать солдат от кавалерийских атак, вставать на пути сабель противника и защищать голову солдата. Ту же задачу выполняла верхушка средневековых шлемов, защищая воинов от ударов в голову мечом противника. Постепенно Пика стала приобретать все более декоративные функции и уже не имела никакого практического применения. В годы Первой мировой войны Пики на шлемах немецких солдат стали хорошим ориентиром для снайперов противника, потому они стали представлять собой реальную опасность и от них пришлось отказаться в пользу стальных шлемов.